Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. И Наша жизнь в Америке сегодня зашла в магазин General Discount. В общем, косметический влог. Смотрим, что почем. Маришка выбирает себе что? Маришка ничего не тратит, говорит, что здесь ориентируется и знает, что им нужно. Это будет очень быстро. Ты здесь покупаешь иногда карандаш. Почему нет цен? А вот вижу цены уже. Карандаши эти мы уже заказываем через Amazon, eBay. А здесь я покупаю маду определенного тона и тушь. Тушь пока свою не нужна. Сейчас увижу тушь. Помаду я беру, потому что нам неудобно сюда ездить. Ну да, этот магазинчик на определенном удалении от нас. Это твой тон. Да, это моя помада. Твоя помада. Сколько она стоит? Цены нету. Здесь ценная помада. Ну, это 99 она, короче, стоит. Ну, Макаси узнаем. Да, или 99. Ну, в общем, это, скажем так, магазин, он называется General Discount. Само слово за себя говорит, что здесь есть какие-то определенные скидосы. Вот. Но, тем не менее, мы здесь любим бывать, потому что здесь иногда можно купить какие-то интересные вещи. А, ты показывай, показывай, неоднократно. Я уже все показал, так и все. В общем, косметический отдел был не очень таким большим. Совсем небольшим. Да. А это что, лак будет такой, как на колпачке? Прикольно. Ну, здесь он, наверное, будет вот такой. А что у нас здесь? А, так это ж вот эти вот, кстати, какие-то тональники. Да. Осушальники. Ну, в общем, цены как-то у них тут почему-то не стоят. Ну, в общем, здесь все стоит недорого. Ну, за это подвинься немножко пойти. Какие-то монтирующие пудрики. Зая, что вот это такое? Ну, ты нашел у кого спросить. Откуда? Я не знаю, что это. Зая, это какой-то этот, смотри, тоже какой-то тональник, наверное, только жидкий, да? Ну, да, наверное. Ну, вот график, вот. Кто-то рассыпался. Мне кажется, влог из этого магазина получится молчаливым. Потому что музыка играет во весь рост. А вот это нам не надо? Это подводка или что? Ну, наверное, не надо. Все, можно идти. Что мы купили? Ну, еще тушку купили. Ну, наша цель была помаду. Пошли? А мы здесь еще, вот здесь, в отдельной стоечке. А. Угу. Мне сестраили. Джордан, это баскетбольный бред. Ну, да. Вот именно. Я про нее и говорю. Зайка, ты уверена, что тебе не надо карандаш из этого магазина? Просто не хотелось бы возвращаться через неделю? Нет, карандаш у меня есть. Не надо. Точно? Точно. А запасной тоже? Сейчас мы еще перейдем. Так, вот здесь, кстати, цены есть. 3,99. 2,99. Помадки сколько? Видно. Это румяна? 2,99. 4,99. Это что, тушь, наверное? 2,99. Ну, блин. Цвета красивые. Пошли еще к нему посмотрим. О, кстати, DAF. 1,99. 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 различные европейские продукты вот и поэтому мы коль уж на этой плази находимся мы находимся на приншал плази это очень большая плаза с большим количеством магазинов да мы редко бываем мы зашли в general discount который вы перед этим видели вот и уже решили одним махом так сказать заскочить во все магазинчики которые здесь есть чтобы посмотреть может чего-нибудь зацепить но зацепим чипсики кстати здесь же это самое шоколадки где-то были вон пойдем глянем может конфеты шоколадные шоколады что-нибудь может вот шоколадки доллар 99 но так я к тому и говорю что те которые стоят долларов в наших 99 центов где-то еще какая-то была меня заинтересовала 299 абсолютно легкая 85 грамм всего ты шоколада того нет в коробке ладно пойдем посмотрим что там у нас еще есть сейчас я покажу тебе ну вот ты сказала и у меня с головы лица я сейчас когда увижу я тебе их покажу это выгодно потому что в центах сколько грамм наверное то грамм что здесь 595 грамм 600 грамм 600 грамм ты знаешь зайка может пачка большая на посмотреть сколько в центах есть но мы возьмем и вот эти вот джелики варенье всякие нет вот конкретно вот это варенье сейчас у нас стоит дома до купленных центов за 90 таки вот эти вот все баночки я думаю тоже не все я могу точно вот говорить за какую-то тут на за это но кричит заманушный магазин заманушный пойдем еще вот по этому ряду пройдемся но всех чипсов наверно нет просто ты сказал я думал может они закончились там как-то конечно расстановка товара интересные макароны тут же не макароны ты хочешь кустом или нет это понятно ну их магазин как хотят так и расставлять да да я здесь еще хочу приобрести где сухой ну вот смотри где сухой кормки орелы немножко любит все-таки эти не у меня орелы не вижу разные миксы Поехали! Красивый город! Это все, это дом для жизни! Сегодня не его день Да, это такой магазин какой-то Сегодня одно, завтра в нем другое И вплоть до того, что даже расстановка товаров Непонятно какая где Туда они и ставят То есть у них есть Наверное 50% Скажем их товара постоянного А 50% плавает Это пошел Отдел мороженого И мороженых Полуфабрикатов Кстати, колбаски не дорогие Смотри Но они не колбасные Там видишь три сыра То есть Там мяса наверное нет, они больше сырные чем мясные Вот эти вот Вот эти колбаски на счет кушают И они действительно здесь Похожие чем В Sam's Club Но их надо по весу смотреть Надо четко сравнивать Ну бренд по моему это Джинсон Вилл В общем магазин пока не изученный Ну он нами совсем не изученный Не изученный, я говорю Совсем не изученный, его надо изучать Мы в нем как-то набегами бываем Да, мы в него не ездим за продуктами Мы просто в него иногда заскативаем И не изучаем его Вот еще чипсы Вот Ну Спичные они? Да Какая дорогая Нет, не точно они Это с глухомоля Но Нет, это не те, что Катаринка любит Но их Ну тогда они уже эти Нет? Я даже не знаю А почему они не эти? Почему больше? Потому что они похожи по внешнему виду Она любит мексиканские чипсы Не эти Они выглядят тоже такими треугольничками Мне кажется, тут как раз и есть Ну давай эту зацепим Ну Давай одну 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 Но она будет вперед немножко Что здесь еще есть? Ну вот Всякие сушеные Клубники Смотри, какая интересная вещь Кокосовые чипсы Угу С красным перцем Наверное Это, наверное Наверное Налитители Телена Аматора Батончики Протеиновые Я даже здесь куплю макароны Что ли куплю Что ли купи Я хочу раку Смотрите, какие красивые макароны Это итальянские Получается, наверное Да? Сейчас мы убедимся Только посмотрите, где там есть где-нибудь Да, Италия Протеиновые 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 Какое-то зырило С вот такими штучками Лекарствами Помнишь? А мне почему-то На крылышки Стрекоз похож Вот крылышки Которые лекарствуют Плютики Как-то мы их назвали Не-не-не Это окей Давай черных макаронов Походим? Нет, я не хочу Есть черные макароны Давай, ну какой Не прикольно Не прикольно Не прикольно Черные макароны Это не прикольно Так, вот смотри Вот этот бисквит Стоил 6 паундов Там 6 паундов было А здесь Сколько? 2 лб Ну вот если мы положим сюда 3 лб То оно и будет дороже, чем хвост а это 499 а мы за 10 с 10 в общем хитрый магазин ну это не костка не сам слаб конечно здесь цены будут выше зацепить вот для таких коробочки протеиновых батончиков 99 за коробочку там 5 батончиков по 40 грамм и одну вот такую доллар 99 здесь получается 10 батончиков тоже по 40 грамм дома посмотрим какие-то протеиновые печеньки еще 399 мм 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 Идем на кассу. Вот чай, 2,99. Здесь, наверное, 100 пакетов. Сколько? 100 пакетов. Черненький чай. Он, скорее всего, какой-нибудь европейский. Видишь там какую-нибудь страну, нет? Распаковано все и вам. Ну вот. Ним местного покроя. А вот прикольные штучки маршмеллоу. Это такие, у нас такие зефирики, да? Да, я хочу. Хочешь? Давай, берем. Вот пошли на кассу. Все, пошли на кассу. Итак, мы потратили в этом магазине 14 долларов 13 центов. В магазине, который называется Grossery Outlet. Блин, не туда смотри глазами. Ну, не важно. Как мы сказали, это магазин продуктов. Значит, в нем часто бывают европейские продукты. В нем часто бывают продукты, на которые остается... То есть, 2-3 месяца срока годности. И тогда их действительно с хорошей скидкой. То есть, вот эти вот батончики протеиновые, которые мы взяли по доллару. В принципе, у них цена где-то, скажем, за эту коробочку будет порядка 10 долларов. А то, может, даже и 15. Вот. Но в связи с тем, что у них срок годности истекает через пару месяцев, у них цена 99 центов и... Ну, очень много товаров. Ну, то, что они пишут, там, это стоит там 15 долларов, а продают за 5. Нужно быть в курсе цен, потому что... Надо знать цены. Не так все здесь нарядно. Сладко, как они пишут на ценниках. Потому что, вот, это было видно и по чипсам, которые мы купили сразу на входе. Это было видно потом по... То, что мы в Костке купили для этого самого. Ну, я еще вот хорошо допустила. Пакет вроде большой, цена вроде хорошая. Да, но... Но когда смотришь и сравниваешь, то он в 3 раза все-таки меньше, а цена получается в 2 раза дороже. Ну, и то же самое я здесь сразу, когда мы узнали про этот магазин. Вот эти заливки для кофе, что Сережа покупает. Да, да. Вау, цена меньше. А потом, ну... Ну, в общем, смотришь, там или бутылка чуть-чуть меньше. В общем, они мухлюют. Мухлюют, мухлющики. Ну, он хорош тем, что вот можно вот так вот взять, купить протеиновые батончики. Я не знаю, ну там еще какие-то товары. Просто мы на них сконцентрировались, потому что мы их уже, честно говоря, здесь второй раз покупаем. Мы первый раз зашли. Когда-то, когда он только открылся. Вот. Тогда у них шоколад был интересный европейский. Сейчас мы не увидели ничего, не купили. Но мы же в магазине еще сказали, что здесь нет постоянного товара. Да. Здесь, впрот, для того, что сегодня марокодо, допустим, есть, завтра его здесь, в принципе, может не быть. Не, навоку могу. А мне кажется, нет, да. Может, посмотри, что... Ну, в общем, это такой перевалочный магазинчик какой-то. Ну, вот авокадо у них хорошие сегодня были. Два авокадо за 3 доллара, но авокадо такие большие, как дыни. Кстати, мне надо маленькую дынку купить. Маленькую дынку? Вот. И зашли в этот магазинчик. У меня, наверное, чекает? Нет, мне тоже. Мне кажется, у тебя. А, да, он у меня в кармане. Опа. Сейчас мы посмотрим. Держи. Там что-то 9 долларов чем-то, по-моему. А, 9.87. Все по 2.99. Грубо говоря, помада тушь по 3 доллара. Ну, кстати, я очень довольна этой помадой. Мне она очень нравится. Ну, все. Всем хорошего настроения. На сегодня это все? Что-то на сегодня это все. Мы еще с тобой в ДДС. Пойдем. А мы успеем? Ну, у нас минут 15 буквально. Поэтому снимать мы, наверное, не будем. Заскочили еще в один магазинчик на этой плазе. ДДС называется. Вот такие вот миленькие женские. Стоят 15 долларов. А вот такие вот. Сейчас скажу. 18. Но как-то мы уже взяли немножко обуви, немножко взялись, да? Там? Ну, пару буквально. Носить-то все равно. Дело в том, что там опять 80 прилетело. Я боюсь, что наш обувной шопинг на этом не остановился. Так, ладно. Ты сам сказал. Так я же говорю, да. Вот такие вот интересные. Что у нас зайка там стоит? 16, наверное. 15,99. А на этом мы смотрим маленький размер. А что ты думаешь, что шестой от седьмого пацаня отличаться будет? Ну, я думаю, нет. Я просто говорю тебе, что мы смотрим маленький. Оп. Красиво. Вот что наш дочь вот такого не носит, да? И это, кстати, вы видите. 23 бакски. Они очень ледненькие, очень классные. Красиво, да? Красиво, да? А вот такие босоноги, смотрищики, интересные. Ну, я, правда, такой каблучок не люблю. Для чисто для интереса. 13? 15, зайка. 15. Сейчас 16, это я вверх ногами увидел, что хотел. Ну, вот как-то так вот чисто глянули по-быстрому. За это идёт что-то смотреть? Нет, тут нет. Ну, посмотри, я пойду погуляю. Ну, это жутко дорого, 20 долларов. Я просто сам в шоке. Какие-то они очень дорогие. Хочу вам показать одну маечку. Вот такая интересная. Теперь внимание на цену. Было 58. Продается за 8.99. Сейчас ещё покажу из этой серии. Ну, в общем, это магазин-дискаунт тоже. Здесь много разных вещей. И брендовых, и не брендовых. На них тоже хорошие скидки есть. Вот ещё нашёл несколько рубашек. Я, в общем-то, не ношу, это не мой стиль. Вот. Рубашки, или как они называются, безрукавки. Котик рубашки это называется? Ну, летняя рубашка, она как-то безрукавка называется. Как-то так. Ну, в общем, смысл не в этом. По ней вот прямо видно, что они с очень классной тканью. Ну и, в общем, решили глянуть, что за ней и сколько стоят. И вот смотрите, такие вот ценнички интересные. Она была 60 долларов. Зайка, где на этой ценник? Ну, в общем, на этой ценнике. Так я сказал, что 60. На ней не видно ценника магазина. Но я думаю, что она тоже где-то около 12-13 долларов. Вот какая-то. Короче, вот её бренд. Вот её цена 56. И вот она стоит 13 долларов. То есть, иногда в таких магазинах можно найти очень интересные вещи по очень интересным ценам. А что за майка красивая у нас? Да, конечно, красивая. Ценник. 10 долларов. Ну всё, ребята, мы гонимся. Нам надо уже и Сашку скоро со школы забирать. Вот, давай джинсовочку показим, сколько стоит. 18. А где-нибудь было, что было? Не видно? Просто видно, что какой-то коллекшн. Ну, на этом, наверное, коротенький обзорчик этого магазина и закончим. Побежали, конечно. Сегодня день магазинов. Сашка, всем привет. Сашка вывел нас в магазин Джонс. Потому что мы идём туда зачем? Обосвать. Покупать колбасу. Ну, это будет не обзор магазина, а просто очень быстро. Мы просто быстро купим колбасу. Я, наверное, машину должен проверить. Забыл, закрыл или нет. Мы сюда заскативаем чисто купить колбаски. Какого-нибудь сервелатска. И у нас нет дома гречки, нам надо купить гречку. Всем холодно. Маришка кукожится. Сашка в тулупчике. Ну, утром будет. Гонимся в Джонс. Да, как-то похолодало неприятно. Гречка не будет. Я сказал. Нам тачка нужна? Нет. Так, закупили вот таких вот огурчиков по 0,69. Это интересная цена. Но они как-то выглядят стрёмно. Ну, я их выкрою немножко, а купим просто. Сашенька обратно. В общем, Джонсон немножко любит это самое. Серёж, овощи здесь никакие больше смотреть не будут. Идём за гречкой. Идём за гречкой. Вот в этом ряду? Да. Ну, давай. Порошочка можно зацепить. Так, идём на себя гречку. Здесь, кстати, очень много всяких бывает русских товаров в этом магазине. Вот. Может нам квашеную капусту? А это? Зай, ты квашеную капусту делаешь сама очень вкусно. Поэтому давай, наверное, ты её лучше сделай. Вот так сегодня хорошая гречка, наверное, на большие пакеты эти, да? В общем, гречка даже разных сортов есть. И сеченная, и молотая. В общем, 2,99. Вон мистраль есть. А, так и мы и берём мистраль, да? Да, да. Вот берём вот такую. Смотрите. Оп. Ядрится гречная. Не встроим. Кадзина, судейся. Пакет, да? Угу. Что ещё идём брать? Да всё. Колбасы. Хармани. И кругу бачковую баклажанную. Купим баночку. Ну, хочешь? А это не она. Это что-то другое. А, мы же за колбасой идём. Идём за колбасой. Самое главное. Самое главное чуть не забыли. А давай кефир на этом покажем. У нас про кефир спрашивают. Я не вижу. А он там будет. Он я уже вижу. Кефир с вареньем. Можешь так делать. Здесь уже намешали. Вот с грудникой и с мёдом. Ну, в общем, баночка маленькая. Стоит не маленечко. Я только не пойму, где от неё цены. 4,69. Это она? А, точно. 4,69 за этот пузырёк. Ну, как-то так себе сомнительное удовольствие. Там, наверное, должно быть побольше бутылки. Пойдём глянем. Саш, проходи за иком. А вот кефир стоит. 4,29. Наверное, это побольше пузырёк. А где ты ещё видишь? А вот просто белый, да? Вот такой крутой гриб, кефир есть. Какой хочешь. Ну, вот, собственно, все кефиры. 6,99 получается за... Зайка, как это разобраться? Сколько здесь глянь, пожалуйста? Я не вижу. 700. Литр 745 миллилитров. Ага. Я нашёл тоже. Почти 2 литра. Кефир здоровый. Всё как положено. 6,99, да. Вот такие вот кефиры есть. 3,29. Айран есть. Это тоже какое-то кислое молоко. Это козье молоко или что-то такое, да? Ну, в общем, кефир есть. Сырки глазированы. 99 центов. Оказывается, это не сырок глазированный, а чизкей. Я всё время думал. Всю жизнь едет сырки глазированные, а оказалось, что это чизкейки. Ну, вот так вот. Ну, всё, пошли за колбасом. Ну, в общем, название несложное. Вы можете почитать. Посмотреть. А, это английская, а не русская. Что почём. Я скажу одну вещь, это не русская. Да, это не русская. Но они, похоже, написаны так, что люди сами могут почитать. Ааа. Вот такие цены. Вот такие продукты. Докторские есть. Можно холгу купить. Ну, всякие рыбы пошли. горячего и холодного копчения. Вот булочка 2,99. Тоже 2,99. Похожая сна, как скошка. Есть какие-то булки. Булки. Булки с изюмом, кстати. Да, с изюмом. 1,99. Прикольные булочки. А если кого-то пацанула на солененькое, можно купить сельси в России. А еще где-то тут, а, вот он. Пища. Я думал, мафиус есть. Но мафиуса, наверное, нет. Есть вот такой вот. Оп. В Беларуси мы такое покупали. Беларуси. Балтийские такие заселевки. Нарезали нам колбасу. Было очень долго, наверное, практикант. Вот. И мы еще вот такой лаваш зацепили. Ну и все. Идем на кассу. Джонс, это весело. А еще долго. Нам очень долго нарезали колбасу. Мы решили, что парень, который нарезал, наверное... Дети не видно сейчас. Сашка. Сашку видно. Мы решили, что он, наверное, ну, практикант. Поэтому мы потихоньку подождали. Взяли лавашик. Ну, если бы мы еще что-то подождали, мы бы еще что-то нашли, чтобы взять. И съели бы это, наверное. В общем, 23.54 человек из Джонса. Сегодня наш день по покупкам закончился. У нас прямо сегодня какой-то колбасный круиз получился. Столько магазинов мы объехали. Мы уже забрали Сашку. Едем домой. Выгружаемся и едем за старшим. А вы были на канале... Наша... Правильно, Сашка. Наша жизнь в Америке. Нелайки с Майлайф. Маме слова даже не давали. На суде есть помощник. Как в школе день прошел, скажи. Хорошо. Молодец. Все, ребята. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. И... Всем пока-пока. Хорошего настроения. Бай-бай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok